Итак, друзья, всем привет! Новое видео по обработке фотографий, и я продолжаю обрабатывать ваши фотографии. На примере чужих фотографий с разных фотоаппаратов я буду показывать, как на них ложится мой пресет, и что и как я докручиваю, и пытаться что-то там объяснить. На мой взгляд, это намного эффективнее, чем смотреть видео о том, как фотограф на свои собственные фотографии накладывает свой собственный пресет и рассказывает, что он очень классно работает. Кому интересно, ссылка на пресет будет в описании, и ссылка на видео, подробно описывающее пресет, все его сильные и слабые стороны тоже будут в описании. Ну и поехали! Итак, продолжаем фотографии. Применяем пресет. Ну, опять же, да, у нас есть засветки. Сделаем в целом чуть потемней. Чуть приберем контраст, приподнимем шатдауны. Ну, а теперь уже можно баланс белого что-то с ним сделать. Странно, почему так тормозить с DNG форматом. Вообще, я думал, что будет, наоборот, быстрее еще работать, чем с обычным RAW. Ну, наверное, насыщенность этой фотографии придадим. И, в общем-то, как-то так. Все у нас хорошо читается, цвета все довольно чистые получились. Может быть, немножко розовит кожа, поэтому чуть зеленее сделаем. Ну, и зеленый еще чуть холоднее. Чуть-чуть сюда. Ну, и так бы я поставил бы. Такая фотография. Что здесь у нас? Ну, контрасты берем. Приподнимем шатдауны. Блэки, чуть-чуть хайлайты, чтобы платье все прорисовалось. И с балансом белым сейчас. Баланс примерно вот так, но насыщенность приподнять. Даже, наверное, оставим насыщенность, потому что зеленый, насыщенность неохота поднимать. Зеленый еще бы холоднее, бы чуть-чуть сделать. А вот кожу сделать чуть-чуть понасыщеннее, чтобы она у нас как бы выделялась. Ну, и вот здесь довольно хорошо. Можно получить хайлайты еще. Как вариант, еще сделать акцент прям на невесте вот такой штукой. Уже и пользовались. Сбросить и немножечко стенить все вокруг. И благодаря этому, кстати, мы сейчас все это стенили. Мы можем опять фотографии все чуть ярче сделать. Невеста у нас вообще хорошо получится. Но при этом в глаза бросается, что именно она на первом плане у нас. То есть вот было, стало. И когда назад возвращаем, ощущение, что здесь вообще как-то темное пятно стало появляться. Да, вот сейчас у нас вот так вот. То есть чем эта штука отличается от виньетки? Что, во-первых, ее можно сделать в любом месте. Виньетка будет у нас к краям равномерно идти, и она так не выделит. А во-вторых, можно сделать разные формы. То есть эллипсы часто бывает нужны. Какая-то фотография посреди леса. А нужно было именно так, что сверху свет идет на ребят вот здесь вот. Ну и следующая фотография. Ну тут, по сути, да, вот все. Одинаковое место. О, классно здесь. То есть у нас тоже применился эллипс. Сейчас его найдем, где он. На ребят его. То есть здесь, смотрите, как бы эллипс настраиваю не по центру ребят, а по центру вот этой аллейки. Чтобы у нас как бы якобы-то вот вся аллея была более светлой. И можно даже чуть-чуть. Так вот. И синий здесь надо вернуть все-таки, чтобы у нас пиджак был хорошего цвета. Сейчас синий по яркости, по насыщенности он в принципе хороший, но он слишком как-то дешевит, слишком как будто светится. Поэтому мы его чуть темнее сделаем, и теперь у нас вообще хорошо все вышло. Ну, фотография, в общем-то, изначально была неплохой, только с небольшим сдвигом по ББ, но это как бы пофигу. И вот такая она у нас получилась. Ну, здесь тоже классно. И обдуманно, автора знают, и фотография обдуманно, прикрыл диафрагму, чтобы в кашу не размылось. Многие люди, покупая 135-ки, получают с одной стороны интересные фотографии, часто красивые в чем-то, но с другой стороны часто очень однотипные фотографии. У них есть объект съемки и в кашу размытый фон. И здесь он специально прикрыл диафрагму, чтобы вот получше читалась вот эта вот змейка, которая, кстати, еще и всяко не случайно выходит прямо из угла в кадра, и вот так вот его делят. Это прикольно. Какая проблема в водоемах у нас? То есть очень все классно, но водоемы часто вот такого адского цвета, и с этим тяжело бороться. Если фотография портфолийная, то есть смысл в фотошопе здесь вот его именно в водичку синей сделать. Потому что как бы вот эта вот зеленая вода, она так, скажем так, на любителя. Либо, ну, в ЧБ точно 100% она будет классно, да. То есть поэтому, если у нас такая вода влезла в кадр, либо мы будем в фотошопе ее синить, либо в ЧБ делать фотографию, а все остальное у нас хорошее. Ну, здесь я бы ЧБ сделал. И здесь было бы, может быть, тоже в тему на ребятах акцент. Чуть-чуть хайлайт. Вот как-то так бы оставил бы. Шикарная фотография. Тут, по сути, тот момент, когда фотограф во время съемки сделал все правильно, и ты смотришь и думаешь, надо ли вообще ее обрабатывать, или лучше не портить. Чуть-чуть помягче. Чуть больше в тенях. Чуть-чуть больше. Как-то так. Непонятно, когда она лучше, до обработки или после обработки. Тени чуть вернем. И можно еще лицу чуть поярче его сделать. Оранжевые пятна такие. Здесь, наверное, точка черного вообще не в тему поднята. не стоит ее поднимать. Даже еще, наверное, чуть-чуть. То есть нам здесь надо, чтобы белое 100% было прям белым. Сейчас посмотрим, что у нас с синевой. Так, что у нас с синим? Есть. Ну и вот тот случай, когда, скорее всего, синий лучше вернуть, потому что этот блик, он дает цветность фотографии. Поэтому, так как платье дорогое, оно никаких таких неприятных оттенков себя практически не впитало. Но если вот так, то как-то тухловато. А здесь с синим цветом довольно все классно получается. Я поставил. Интересное место. Чуть-чуть хайлайты, чуть меньше контраста. Чуть-чуть вернем цвет теня. Ну и по балансу белого. Ну и по сути, вот так бы я бы оставил. Ну, как вариант, если сильно хочется, можно взять кисточку и лица чуть-чуть высветлить. Хотя, по-моему, даже и не надо. Здесь, конечно, дело спорное, но все-таки, если задний фон не создает у себя что-то особенное, я бы, наверное, его хотел бы размыть. Здесь, конечно, было бы шикарно какой-нибудь 35-1.4, какой-нибудь такой объектив, но 16-35 хотя бы на 2.8, чтобы хоть как-то, может быть, чуть-чуть ближе подойти, и чтобы эти вот деревья на мой взгляд как-то мусор на них выглядят. То есть... Этот фон не заслуживает того, чтобы его прям так критично нужно было сохранять и прикрывать диафрагму. Ну, опять же, это все дело вкуса. А молодожены 100% больше будут чисто на себя смотреть, как они получились, а никакой там фон не заслуживает, он не заслуживает, чтобы его удаляли. Чуть мягче все это сделали, и в принципе... Когда у нас такая погода не солнечная, не яркая, и свет такой унылый, однообразный, то здесь нужно отснять классику. Рамочные, вот арочные фотографии крупные, где там вот ребята вот так вот в фотографию влазают, чисто что будут печатать с ровно мягким светом и стараться делать упорно какие-то эмоции, потому что интересного света я ни разу не видел в пасмурную погоду, чтобы было прям так необычно как-то и особенно. А вот да, вот нечто подобное, поцеловались, посмотрели в кадр, поцеловались во весь рост, поцеловались с крупным планом, посмотрели в кадр во весь рост и крупным планом, и как раз то, что в первую очередь нужно от свадебной фотографии. Ну, зато здесь хороший цвет. Чуть-чуть насыщенно зеленого и желтого приберем, а оранжевый. То есть мне, почему, мне хочется, чтобы у меня невеста была посочнее, чем задний фон, а было у нас кожа невесты потускнее, а задний фон поярче, и как-то она у нас как будто сливалась с задним фоном. Мне это не очень нравится. Поэтому чуть-чуть вот как-то так. Что-то у нас было. Стало. Заработала кнопка. Так, сейчас здесь видно, что какие-то слишком контрастные фотки. Вот так ее помягче сделаем. Сделали, кстати, помягче. Многие ребята не обращают внимания. И не просто контраст стал меньше именно светлой, темной части фотографии, но и насыщенность фотографии чуть припала. Поэтому можно немножко баланс белого к насыщенности вернуть. Прикольный момент. И пресет я под свой фотоаппарат в первую очередь делал. Поэтому одни и те же действия очень часто делаю. Почему-то постоянно приходится убирать контраст и шатдауны. То есть если у вас такая же нужда, можно сделать так, наложить пресет, убрать, допустим, вот так вот. Сделать. Вот такие действия я практически на каждой фотографии делаю на чужой. Поэтому я могу его сохранить, чтобы одно и то же по сто раз не делать и написать там название для чужих фото. и записать его. И теперь у меня будет вот такой пресет. То есть база осталась та же, просто я сделал действия, которые постоянно повторялись одни и те же. и по сути, в общем-то фотография готова. Два раза ее скачал. Так, для чужих фото. Ну, по сути, а здесь, в общем-то, и... Здесь, конечно, эта фотка для ЧБ должна быть классной. То есть акцент на ребят. И они такие светлые на всем темном. По ситуации, может быть, есть смысл, да, вот эти вот не такими яркими сделать. То есть мы можем выделить ребят, опять же. Как-то вот так вот. И хайлайты убрать, чтобы окружающая среда у нас не так... Важно, чтобы, то есть, главный объект съемки был самый яркий. То есть неправильно, когда у нас есть что-то ярче, чем объект съемки. И получается, что до этого действия у нас внимание куда-то вот сюда, к этим бликам привлекалось в первую очередь, а потом уже к ребятам. Сейчас уже, как бы, когда фотографию открываешь, у нас более-менее акцент сразу на ребят происходит. Поэтому тут такая фотка. Ее по-хорошему в ЧБ делать. Простая фотография, она, в принципе, чуть-чуть ярче. Чуть-чуть платьишку, детальки вернем, ну и баланс белого самое главное здесь. Можно насыщенность. Так сильно. Ну и так как это девочка, еще немножко клирити уберем. И, в общем-то, вот так она у нас выглядит, фотография. Может быть, да, может быть, еще чуть-чуть баланс белого сделать. Было-стало. По-моему, немножко краснит, розовит, поэтому кожу чуть в сторону зеленой сделаем. И можно еще сюда спуститься и оранжевому. Вот так, да. Чтобы кожа посветлее была. Ну и вот такая, вроде как, обычная фотография. Вот, в общем-то, здесь единственный момент, ребята, обращайте внимание, видите, ощущение, что у нас просто одни зрачки. То есть, это же все фотография, но если бы она смотрела куда-то в нашу сторону или хотя бы не так сильно вбок, то вообще бы клево было бы. Вот, прикольно. Такая фотография. Но здесь, да, чуть-чуть все сделать потемней. Хайлайты. Так, баланс белого, чтобы у нас все вокруг было белым, без желтизны и насыщенности. Я сейчас насыщенности добавляю, потому что у нас много чего и платьишко вылезло, шубка интереснее стало цветочки, а потом опущусь сюда и чисто насыщенность кожи приберу. Так легче, чем искать все цвета и по отдельности их добавлять и насыщить. Проще потом у кожи убрать. Ну и насыщенность красного наверное вот так вот. На зимних фотографиях, чтобы у нас были какие-то цвета, во-первых, по-хорошему ездить в сосновый бор, а не в хвойный, не в елочный, потому что в елочные деревья, хвоя такая темная, стволы черные, цвета и так мало, как правило, зимой вот такое небо, не синее и все такое блеклое. Поэтому, если у нас такая пасмурная погода, то по-хорошему ехать в сосновый бор, так как там стволы желтые, там в принципе есть цветка некий, а второй, это использовать какие-то сочные аксессуары и вот единственный случай, редкий случай, когда я прошу, чтобы на фотосессии было что-то красное, это именно зимой. То есть, если вот эта юбка была бы прямо именно красной, такой хорошего красного цвета, то с обработкой, конечно, было бы заморочено, нам бы пришлось бы здесь вот искать компромисс между тем, чтобы юбка осталась красной и при этом была нормальная кожа, но фотографии сразу становятся сочнее, когда есть красные аксессуары. Так, вот такой у нас пресет, вот видите, про что я говорил, сосновый бор, вот они сзади, они не черные, как в елочном, как в лесу, а в соснах у них уже есть некий свой цвет. А сейчас чуть-чуть побледнее сделаем, снежок белый, она стала белым, мы можем насыщенности добрать в фотографии не так сильно. И, в общем-то, вот она довольно хорошая нежная фотография получилась. Еще раз. Еще раз. Фото. Ну и, в общем, ну, и смотрите, вот сейчас вот есть некое такое, что вот здесь как-то довольно однородный цвет, и если мы яркости добавим, у нас появилось больше оттенков, что ли, как-то подороже. То есть, очень часто бывает, что оранжевому нужно чуть яркости добавить, и кожа становится лицом, и кожа становится поприятней. Вот такая фотография. Ну, здесь я бы, конечно, не клево, что вот это вот все влезло, то есть тут либо в фотошопе вот это все закрасить, либо скадрировать до девочки. И у нас получается лицо девочки примерно в этой плоскости, а мальчик вот в этом сечении. цвет пиджака и тут, в общем-то, да. Цвет пиджака надо вернуть нам. Может быть, чуть-чуть, хотя нет, не надо. проблема в чем? У нас лицо бы мне хотелось сделать по насыщенней, но тогда начнет вылазить вот здесь перебор насыщенности будет, и либо нам кисточкой насыщенности лицу добавлять, либо нам вообще ничего не делать. Наверное, лучше вот так оставить. У красного можно чуть-чуть вернуть. так, хорошо. Классное место. Это, если я не ошибаюсь, Минск. А может, я ошибаюсь. Ну, по-моему, я там был в этом месте в смысле. Здесь экспозицию правим. Правим баланс белого. Есть небольшой розовый налет. Попробуем сейчас по брусчатке, по асфальту и вот по такой серии плитки очень часто классно баланс настраивается, но не в этот раз. Ах ты! Где-то он только что мелькнул, тормозит комп. Вот так вот. Вообще хорошо. Это я в брусчатку второй раз тыкнул, и вот он по брусчатке клёво настроил. Практически чуть-чуть зеленее, чуть хайлайты. ну и как-то вот так я хочу. Было, стало. В принципе, да, вот есть какие-то засветки, тут у нас практически все читается. А, ну небо, да? Надо вернуть синий цвет. Здесь платье у нас по-моему не столько синий, сколько вот этими пурпурными оттенками, поэтому нам, скажем так, повезло, мы убрали все пурпурное, но синий мы можем оставить, и фотографию кайфово. Мне нравится. Вот такая фотка. Ну здесь, да, с костюм нужно чуть-чуть повернуть. Начинает с синего платья вылазить, поэтому, скорее всего, придется его с кисточкой потом доделывать. Чуть-чуть в сторону оранжевого и чуть насыщенности. Чуть меньше. И вот сюда вот кожу еще немножко поярче сделаем. Ну и по сути только сейчас с костюмом разобраться. В принципе так, только теперь нужно взять кисточку и рубашку и платье протереть. Теперь всю фотографию надо чуть-чуть темнее, мне кажется. Еще чуть прибрать контраст и почему еще так сильно убирается контраст, потому что здесь в кривых вот такая сообразная кривая и она дает сама по себе очень сильный контраст. Если мы сейчас ее убираем, видите, вот столько всего в кривых делается. По сути, мы после того, как применили пресет, вот этими бегунками пытаемся сгладить этот переконтраст, который здесь возникает, но благодаря этому переконтрасту вылазят новые такие-то такие-то подороже как-то выглядят. Ну и наверное зелень я сейчас чтобы по разнообразнее было. Как-то так. Такая фотография. Применяем. Так, что у нас? Поярче чуть-чуть, баланс белого. Прикольно. Знакомые все лица. Чуть поярче. Здесь что-то у нас вылезло надо помягче это сделать. И может быть красный тоже поярче сделаем. Как-то так, так синий вернуть. Ну и вот что-то подобное. Может чуть-чуть желтее, чтобы у нас такие два цвета фотографии интересно в принципе. И еще раз для чужих фото есть экспозицию подправить. Хайлайт. То есть вот здесь слишком близко человек находится к окну и фотоаппарат не вылез. То есть он этот чайз показал засвеченным. Если бы настроили фотик так, чтобы она была не засвеченной, то тогда бы эта в тень ушла. Поэтому с таким фотоаппаратом нужно понимать, что подальше на шаг, на два, то и на три возможно надо было отойти от окна светотень все равно была бы, но вот этой засветки бы жесткой не было бы. А сейчас у нас скорее всего толком не получится оттуда вернуть. В общем-то и так можно ставить, а можно сделать в ЧБ. И когда у нас есть сильные засветки, то мы делаем в ЧБ, потому что в ЧБ в черно-белой фотографии белая засветка это не засветка, это белый цвет, а в ЧБ белый черный только цвета, и это нормально. Поэтому если у нас есть какие-то засветки, то мы черно-белые делаем. Ну и вот как-то так бы. В общем-то что хотелось сказать, не принципиально на что снимать, Nikon, Canon, Sony, Fuji, меньше всего зависит техника на результат. Здесь были разные модели, но итог получился приблизительно такой же, какой у меня получается всегда с моего фотоаппарата, поэтому здесь это больше всего дело вкуса, и независимо от того, на что вы снимаете, будут получаться такие фотографии, в каком стиле вы в принципе работаете, к чему стремитесь. Пресет ложится довольно стабильно, то есть у нас здесь опять же важно понимать, что в большинстве случаев работа с фотографией сводится вот к этому. Правильно настроить баланс белого, по сути, одна из самых сложных и важных моментов фотографии, здесь на все будет влиять именно тренировка вашего глаза. Как вы видели, крайне редко опускаюсь вниз, здесь ничего не делаю, практически нигде ничего не делаю, в критичных ситуациях, в редких ситуациях вот сюда вот опускаюсь, то есть если мне надо сделать чуть светлее лица, если мне надо с зеленым что-то сделать и вот когда надо вернуть синеву, если у нас есть что-то важное синее и все. В большинстве случаев, сколько я видел разных пресетов от разных фотографов, кто снимает свадьбу, приблизительно все одинаково. Красный сдвинут в сторону оранжевого здесь и вот здесь вот, благодаря этому у нас кожа проще получить хорошую кожу, но как минус, если у нас есть красные аксессуары, очень часто они начинают желтеть. Как правило, вот это не особо дергается везде, оранжевый здесь ни туда, ни сюда чаще всего. Зеленый нас сдвинут в сторону холодного, чтобы у нас ребята отделялись от заднего фона, потому что здесь свадьбу мы часто снимаем на фоне зелени, и если этого не будет, то вот да, вот такая вот плоская фотография, а сейчас раз, одним бегунком и есть четкое отделение заднего фона от ребят у нас. Приблизительно плюс-минус у всех все одинаково. Настройки здесь, но это для кожи сделано, а насыщенность синего задрана, чтобы, когда нас забирают, задеряем насыщенность синего, у нас у кожи начинает появляться, несмотря на то, что мы задеряем насыщенность синего канала, именно у кожи у нас начинает появляться такой золотистый приятный оттенок. Ну и это, чтобы трава у нас поинтереснее была, то есть прибрана насыщенность и немножко все зеленое в сторону холодного, тоже для травы сделано, для зелени. Но в реальности, как вы уже видели, то есть все сводится, практически вся работа вот сюда вот, чего-то здесь сверхсложного нету, единственное, все сводится к тому, к тренировке глаза, то есть чем стабильнее будете сидеть в Lightroom, тем быстрее все это будет происходить. Вот, надеюсь, было полезно, пишите, задавайте вопросы, всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok